Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» сегодня хочется предложить вашему вниманию размышления над евангельским чтением 29-й недели по Пятидесятнице. Читается евангельское чтение об исцелении десяти прокаженных. Это евангельское чтение, очень надеемся, должно стать для всех нас предметом благоговейного размышления. Евангелие от Луки, 17 глава. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. Когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили «И Иисус, наставник, помилуй нас». Увидев их, он сказал им «Пойдите, покажитесь священникам». Когда они шли, очистились. Один из них, видя, что исцелел, возвратился громким голосом прославляя Бога и полниц к ногам его благодаря его, а это был Самарянин. Тогда Иисус сказал «Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего и на племенника? И сказал ему «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Вот я вам сейчас зачитал, дорогие друзья, именно вот это евангельское зачало на русском языке. Святые Отцы Церкви призывают нас в малом видеть великое. И для того, чтобы научиться великому, например, понять ту истину, как Господь видит весь этот мир, мы можем на примере Солнца, вот как Солнце освещает весь видимый мир, понять, как Господь своей благодатью, своим всемогуществом и всеведением объемляет весь этот мир. И из примеров обычной нашей жизни мы можем понять глубокие духовные истины. На примере того, как мы не можем и одного дня прожить без воздуха, на примере этого можно понять, как человек без благодати Божией на самом деле не может жить на этой земле. И на примере того, как, например, родители ждут от своих детей благодарности, и благоразумные родители воспитывают и учат детей благодарности, на примере этого мы можем понять, почему Господь ждал от людей благодарности. Давайте задумаемся, дорогие друзья. Для отца благодарность детей, в общем-то, ничего не добавит и не убавит к его, допустим, социальному положению в обществе, к его здоровью, к его благополучию, в конце концов, к его жизни. От того, что маленькие дети будут благодарить отца или благодарить маму за какие-то, в общем-то, естественные проявления любви и заботы. Но, тем не менее, благоразумные родители, которые хотят воспитать детей личностью нравственной, они воспитывают, чтобы ребенок благодарил. Всеведущий Господь, всемогущий, к его величию, к его, скажем так, как современным таким языком, самодостаточности Творца, наша человеческая благодарность ничего не добавит и не убавит. И не только наша, но и ангельская благодарность и словословие. И, тем не менее, еще с Веткого Завета мы видим, что Богу было угодно, чтобы праведные люди приносили благодарственные жертвы. Вот из книги «Бытия» мы читаем, как Господь учил Ноя, затем праведного Авраама, затем пророка-боговидца Моисея приносить благодарственные жертвы и учить этому окружающих людей. В частности, пророк-боговидец Моисей, даже в книге «Левит» это упоминается, именно как наставление, как заповедь совершать благодарственные жертвоприношения. Неужели Богу нужна наша благодарность? Конечно же, нет. Благодарность нужна именно нам. И вот это евангельское чтение, которое только что я зачитал, и мы ежегодно слышим это, люди, посещающие Храм Божий, в 29-ую неделю по Пятидесятнице, именно это евангельское чтение читается сам воно. Десять прокаженных человек. Проказа считалась большим грехом, и, собственно говоря, в Ветхом Завете к прокаженному человеку нельзя было даже приблизиться, и прокаженные знали, что они, скажем, современным языком являлись изгоями общества. Поэтому десять прокаженных человек, увидев Христа Спасителя, издалека стали просить Его даже не об исцелении, они просили Его просто о милости. Вероятно, они даже не до конца понимали, кто перед ними. Просто они слышали, потому что молва о Христе Спасителе распространялась по Святой Земле, и что есть такой великий человек, который творит чудеса, который может исцелить. И вот они просили у Него милости словами, «Иисус, наставник, помилуй нас!» И Господь говорит им, «Идите, покажитесь священникам». Он даже не прикоснулся к ним, даже не сказал, «Я вас исцеляю», а повелел им, согласно буквы Ветхозаветного закона, пойти к священнику, чтобы священник освидетельствовал их. И они пошли. И по дороге, может быть, это произошло мгновенно, сразу со всеми, и Евангелие об этом умалчивает. Может быть, постепенно, но они увидели, что очистились, и что очень интересно, пошли дальше своей дорогой. Практически все. Вполне возможно, что кто-то из них, из этих девятерых, мог себя утешить тем, что говорил себе, «Ну ведь он же повелел мне пойти показаться священником, он же не говорил мне вернуться и его поблагодарить». В конце концов, кто-то мог подумать так, «Ну ведь Господь меня исцелил, пойду покажусь священникам, пойду принесу благодарственную жертву». Кто-то, может быть, от великой радости, от того, что он получил исцеление, пошел скорее к своим родным и близким, если они у него остались, чтобы поделиться вот этой радостью, вновь, так сказать, вернуться к нормальной жизни в социуму. И только один из них вернулся, чтобы поблагодарить Христа Спасителя. А это был самарянин, и, как мы читаем из Евангелия, возвратился громким голосом, прославляя Бога, пал ниц к ногам Его, благодаря Его. Только один из девятерых. И обратите внимание, Господь задает вопрос, не десять ли очистилось? Где же девять? Как они не вернулись, чтобы не возвратились, чтобы воздать славу Богу, кроме всего, иноплеменника? Порой мы действительно обращаемся к Богу, и чаще всего, дорогие друзья, это не секрет для всех нас, мы обращаемся чаще всего тогда, когда нам плохо. Мы просим у Бога милости, просим у Него помощи, просим других помолиться за нас, когда нам тяжело. И вот, как часто бывает в нашей жизни, допустим, тяжелая болезнь, просишь у Бога помощи, начинаешь искать какие-то возможности, и вдруг, как бы случайно, тебе попадается на пути хороший опытный врач, который даст тебе именно нужный совет, попадается тебе лекарство, и вот ты получил исцеление. Поблагодарить Бога, прийти в храм, заказать благодарственный молебен, постоять, помолиться на божественной литургии, от всего сердца поблагодарить Бога. На это, к сожалению, не всегда у нас хватает настоящей веры и настоящей любви, и настоящей благодарности. Еще раз хочется напомнить, дорогие друзья, конечно, Господь самодостаточен, Бог всеблажен, Бог не нуждается в нашей благодарности, равно как не нуждается Он и в нашей молитве, и более того, как Священное Писание говорит нам совершенно ясно и недвусмысленно, что Господь прежде нашего прошения знает о всех наших нуждах. Но все-таки для того, чтобы мы были достойными сыновьями и дочерями Отца Небесного, Богу угодно, чтобы мы были благодарными. Потому что наша благодарность Богу ничего не добавит, но благодарность облагораживает человеческую душу. Подобно тому, по аналогии, с чего мы начали сегодняшнюю беседу, для Отца благодарность детей ничего не добавит и не убавит к нему. Но любой отец и мать знают, что благодарность делает душу ребенка более мягкой, более отзывчивой, более внимательной, более милостивой. А милостивый и благодарный человек, и даже по жизни мы знаем, что с благодарным человеком намного легче и приятнее общаться. И благодарный человек больше найдет себе в этой жизни успеха. Успеха в прямом смысле слова. Даже в земном смысле этого слова. Всегда приятно общаться с человеком благодарным и отзывчивым. Вот почему родители благоразумные хотят воспитать своих детей благодарными. А Богу, который, еще раз повторю эту же мысль, ни в чем не нуждается. Богу хочется, чтобы мы были достойными Его детьми. Чтобы мы были благодарными. Чтобы мы замечали Его благодеяние. И у святых Отцов Церкви есть одно интересное высказывание. «Неблагодарный раб теряет все, а благодарный столице и приемнее». То есть тот, кто благодарит Бога, благодарственная молитва, словословие – это как бы прошение будущих благ. Есть такое высказание у святителя Иоанна Зластауста. «Кто благодарит и словословит Бога, это все равно, что он просит у Бога будущие блага». Давайте из этого евангельского чтения, дорогие друзья, сделаем каждый для себя вывод. Постараемся сначала благодарить Бога за явные, видимые и понятные и очевидные для нас благодеяния. И когда мы научимся благодарности, мы начнем, здесь удивительная закономерность, замечать те благодеяния, которые раньше не замечали, которые казались нам просто случайностью, случайным совпадением обстоятельств. Вот так же, как, например, вроде бы случайно ты нашел нужное лекарство, которое поможет именно тебе в твоей болезни. Случайно вроде бы встретил человека, который дал тебе нужный совет. Но на самом деле это не случайность. И замечая и благодаря Бога, наконец, христианин или христианка восходит как бы еще на следующую ступень такого нравственного совершенства, начинает благодарить Бога уже и за скорби, за неприятности, за неудачи, за искушения. И как в одном известном, хорошо известном Канте, слава Богу за все и за скорбь и за радость. Настоящий верный Богу христианин благодарит Бога уже и за скорби, за жизнь и за смерть, за болезнь и за здоровье, за приобретение и за потери, за все благодарит Бога. И тогда он употребляется действительно ангельским силам, которые непрестанно славословят Бога. Будем по мере сил, дорогие друзья, этому учиться. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok